Какие тенденции, на ваш взгляд, в IP видеонаблюдения? Как информационные технологии последнего времени, их изменения, влияют на наш рынок, на рынок видеонаблюдения? Тенденции таковы, что наш форум называется «Интеграция безопасности», об этом давно уже говорят, но мы видим, что сейчас усиливается тенденция на интеграцию именно систем видеонаблюдения в общую систему предприятий, в общую систему организации, и именно на это делается упор. То есть, тот центр принятия решений по системе безопасности, он сместился со службы безопасности на службу IT. То есть, то, что мы видим сейчас, основное решение о том, что должно находиться в сети, какие тут будут камеры, какой они будут трафик создавать, принимая службу IT. Служба безопасности либо соглашается с предложением, либо не соглашается, либо дает какие-то рекомендации. То есть, вот последний проект, большинство проектов, которые мы реализовали, именно взаимосвязь, взаимоотношения устроились у интегратора, заказчиков именно через службу IT. А насколько компетентность IT-шников, она дотягивает до уровня безопасников? Ведь конечная задача все-таки это поддержание и повышение уровня безопасности. Нет тут некой конфликтной ситуации? Конфликтной ситуации нет, потому что существует, ну, у любого предприятия серьезного есть политика безопасности, которая разработана на этом предприятии. И это документы, утвержденные службы безопасности, и все в курсе просто нужно соответствовать нормам, как внутренним, так и внешним, если мы говорим про некоторые отрасли, в которых сейчас используют и процесс сертификации, и процесс соответствия различных характеристикам. Если это используется, и это соответствует этим нормам, то я не вижу никаких проблем. То есть, в принципе, это может быть формализовано и дальше двигаться только в рамках этого документа. Да, IT, тем не менее, наращивает свою экспертизу. Мы, в первую очередь, говорим о том, что IP-камера – это все-таки IT-устройство. И в данном случае мы говорим с IT-специалистами, с IT-менеджерами на одном языке. То есть, им не нужно объяснять, что такое битрейт, им нужно объяснять, что такое нагрузка на сеть, им нужно объяснять, что такое вопрос кибербезопасности, что я сейчас такой животрепещущий. И они понимают это с полуслова, и я не вижу, что это проблемы на данном даже просто легче с ним. Ну, а надо ли мы объяснять такие вещи, как искусственный интеллект или, например, блокчейн? Это те тренды, которые начинают постепенно проникать. Да, тренды проникают, но мы пока, скажем так, в них, естественно, мы смотрим вперед в будущее, но пока каких-то конкретных решений, каких-то готовых наработок у нас в этой области еще пока нет. Поэтому нам говорить пока... Осторожно. Да, мы очень осторожно к этому относимся. Такая компания шведская, долгая и осторожно подходящая к принятию решений и изменению направления нашей деятельности. Поэтому, да, естественно, и разработчики наши, и люди, которые занимаются камерами, которые занимаются платформами, прошивками и софтом, они смотрят это направление. И я знаю, что там ищутся ресурсы на то, чтобы глубже погрузиться в эту область, но пока что-то конкретных наработок у нас нет. Кроме того, что вот эти ваши специалисты смотрят вперед, вы разве не чувствуете, что вам в спину, вам в затылок дышат, на вас смотрит огромная армия тех разработчиков, других компаний, и производителей, которые создают подобное оборудование? И я знаю, так сказать, тот пенитет, к которому относятся обычно, когда говорят «exis communication». Как вот к этому относятся? Каково быть, так сказать, впереди и бежать? Ну, понятно, да, что как на лидера отрасли на нас смотрят, в первую очередь именно на технологического лидера. Но, как я уже говорил, это не что-то… У компании «Axis» есть принцип – пускать на рынок что-то, что проверено. То есть, когда мы говорим «шведское качество», это во всем проявляется. В машинах, в мебели, в телекоммуникационном оборудовании, в IT. Ты, может быть, уверен на 100%, что это будет работать. И пускать на рынок продукт или технологию, которая нужна только для поддержания вот этого информационного поля, скажет, что «да, мы тоже занимаемся этим», это не совсем на наших правилах. Понятно. А какие основные направления Вы считаете перспективны с Вашей точки зрения для видеонаблюдения? Ну, если говорить про сегменты, в которых мы больше всего работаем, в России это, в первую очередь, транспорт. Одна из основных наших сфер деятельности – это промышленность и объекты критической инфраструктуры, то есть нефтегаз, энергетика, какие-то производственные предприятия. И третий сегмент, с которым мы работаем – это розничная торговля, это торговые центры, это какая-то коммерческая недвижимость, и прочее. То есть это те отрасли, где нам есть что предложить. То есть у нас есть решения на базе и оборудования, и софта, и аналитики Аксес. И у нас есть уже наработанная история успеха. То есть у нас есть готовые проекты, опытом которых мы можем поделиться с заказчиком и рассказать им, как эта система реализуется, как она реализовывается и каким результатом это приведет. А вот что первично? У вас есть готовое решение, вы, так сказать, умозрительно подумали, что, возможно, это пригодится, это можно будет внедрить, использовать, и вы идете от жизни, от того, что есть некие задачи, и, так сказать, уже под них рождаются некие решения, а потом уже развиваете. Нет, всегда идем от задач, у нас нет такого. То есть первый звонок, когда мы получаем какой-то звонок и входящий запрос, мы всегда заинтересуемся, для чего эта камера или это оборудование будет использоваться. То есть нам в первую очередь нужно понять, какова задача для того, чтобы подобрать под ним максимальное решение. И иногда часто бывает так, что первоначальный запрос, который пришел от заказчика или от партнера, он впоследствии трансформируется в совершенно другое, не то, что заказчик хотел изначально, но в то, что ему на самом деле нужно. После вот этих вот обсуждений мы в этом случае стараемся выступать не как поставщик, а как эксперт, как компания, которая готова делиться опытом и вместе с партнерами, вместе с заказчиками разрабатывать эти проекты. А вот эти запросы вы собираете? То, что рынок запрашивает, вы, может быть, в данный момент не готовы предложить? Конечно. У нас есть система сбора информации с рынков. Система эта, в частности, в России. Статистика? Мы берем статистику, мы берем какие-то такие, какие-то необычные запросы, которые рождаются в головах у наших заказчиков, у наших интеграторов и транслируем это в штаб-квартиру. Есть система, которая позволяет понимать, насколько данный функционал, насколько данная фича востребована не только у нас в нашем регионе, но и глобально, потому что эта система, она глобальная, она идет наверх. И люди, они, разработчики, продакт-менеджеры, они смотрят и планируют развитие линейки камер в дальнейшем, именно на основе этих принципов. Понятно. А вот есть задача, которая вам не подсчет. Как вы наращиваете мускулы? Вот как я знаю, не буду лукавить, знаю, что некоторые компании влились в состав, мы давно уже взяли курс на переход от продуктов к решениям, это получилось лет 5, наверное, назад, да, и мы идем по этому пути. И понимая, что нашего портфеля решений для закрытия нужных не хватает, именно поэтому появляются новые дополнительные модули, именно поэтому приобретаются или входят в группу компаний различные другие компании со своими решениями, как, например, Твоенко, Гематикс или Сетилок, которые направлены на решение именно такой узкой задачи, будь то транспортная аналитика, ритейловая аналитика или система домофонии и оповещения. И мы понимаем, что рынок таков, что сейчас очень много заказчиков, очень много интеграторов, им удобно получать решение из одних рук. То есть, когда не нужно придумывать, как кусочки этого пазла взаимодействуют друг с другом, как они интегрируются, если, не дай бог, какая-то проблема, кто виноват. Когда решение из одних рук, решение от одного производителя, им это проще и понятнее и удобнее с точки зрения и техподдержки, и обслуживания, и дальнейших взаимодействий. — Понятно. Алексей, вы знаете, что я вот слушаю вас, и действительно, запечатлели, что у вас тут все хорошо, чудесно, беломорно. Неужели не бывает от того, что у этого создается некая тупиковая ситуация? Почувствовали, что движение оказалось не в том направлении. Как ощущаете корректировку вашего основного курса, вашей компании? — Естественно, мы планируем стратегию, мы планируем долгосрочную. То есть мы в 2017 году запланировали стратегию 2022 года. У нас есть долгосрочный план развития, но компания шведская и одним из отличительных особенностей шведского характера, шведского менталитета является гибкость. То есть возможность понять вовремя, что ты идешь не туда, и этот курс немного подкорректировать. Если взять, к примеру, как я и говорил, у нас уже начался переход от продуктов к решениям уже 5 лет назад, но он идет пока, может быть, не такими быстрыми темпами, как нам того хотелось. И, оглядываясь назад, в 2015-2016 год, мы понимаем, что часть той стратегии, которую мы запланировали, она, может быть, была не совсем правильной. То есть мы сейчас ее корректируем. — А можно с примерами? — Ну, с примерами. Условно, у нас есть линейка серверов. Мы понимаем, что она хорошая, она надежная, она качественная, но способ того, как мы ее продаем, то есть делая так, что решение для медиум-бизнеса пытаемся продвинуть в интерпрайз проекты и в интерпрайз интеграторов, может быть, не совсем правильно. Может быть, мы не нашли ту прослойку стенок интеграторов, или ту прослойку заказчиков, которым это решение действительно интересно. То есть мы идем по проторенной дорожке так же, как мы поставляем камеры. То есть тем же самым интеграторам, тем же самым заказчикам. А те решения, которые мы им же предлагаем, может быть, им и не нужны. Это как раз вопрос того, насколько мы правильно выявили потребности и выявили проблематику этих людей. То есть сейчас мы возвращаемся на несколько шагов назад, осматриваемся и сформируем новую стратегию, она сформирована уже, и идем дальше по этому путь. Как Вы решаете задачу с тем, чтобы Ваши партнеры поспевали за прогрессом? Как строится обучение за временем технического? Обучение каждый месяц, даже несколько раз в месяц у нас проходит Академия Аксис. Они проходят и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в различных городах России, и СНГ. Что для этого нужно, если компания хочет? Достаточно заполнить заявку у нас на сайте, выбрать дату, место, время проведения. У нас запланировано на полгода вперед. Записаться за такую символическую плату, 3 дня обучения, полностью технического погружения именно в продукт, даже не столько в Аксис, а столько в тему видеонаблюдения вообще. И еще один курс, который мы в этом году запустили, он, кстати, бесплатный, это курс по продажу. То есть мы теперь делимся не только технической экспертизой, но и рассказываем, как продавать Аксис, какие аргументы использовать, какая методика, как делать так, чтобы продавать именно Аксис. Потому что продажа Аксис, по нашему опыту, она немножко отличается от продажи других камер видеонаблюдения, потому что нужно рассказать, нужно убедить, нужно аргументировать и правильно доказать, что это именно то решение, которое нужно, потому что конкуренция такова, что на рынке, секрет, сотен производителей с тысячами моделей. И мы помогаем нашим интеграторам вырабатывать методику продажи именно оборудования Аксис. Чтобы не просто бросить их и плыви сам, да? Да, да. То есть мы учили плавать. Да, мы делимся опытом, именно приходят, даже статусы наших партнеров приходят повышать свою экспертизу, и они уже делятся во время этих тренингов опыта. И новые партнеры авторизованы. То есть мы это рассказываем, это рассказывают сотрудники отделов продаж, это не инженеры, то есть это тренинг, сделанный продавцами для продавцов. Угу. Ну, я вам подарил свой интерес, Алексей, спасибо, удачи, удачи вашей компании, вам. Спасибо вам тоже. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА